Был информационный повод у Веры, Вера это солистка, у нее был день рождения. Вам виден текст, да, или не очень? Я просто не пойму, не очень виден. Там, в общем, текст такой, что до празднования моего дня рождения остался ровно месяц, теперь каждый день я буду с вами на связи в виде постов, которые в той или иной форме ответят на ваши вопросы. Вере исполнялось 30 лет. Вера сделала идеальную фотосессию для этого, и все баннеры у нас тоже были в едином стиле. Они даже сделали видеоролик очень классный для сториз, который мы тоже крутили, вот тоже в стиле торт, она там вся им обмазывается, ест его, очень классно получилось. Мы здесь занимались комплексным продвижением, использовали те же каналы трафика, которые были для чартовой дюжины. Это ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, Гугл, Яндекс. Вот так вот выглядели некоторые примеры баннеров. Некоторые. Видите, даже они отличаются. На самом деле они кажутся похожими, но картинки отличаются, фотографии. Примеры постов. Смотрите, здесь у нас по итогу цена промо-поста вышла тоже немножко дешевле, на 20% бокового таргета. Основная аудитория — это женщины, но это понятно. И здесь было тоже у нас очень много постов, их действительно было очень много. Мы делали не только такие рекламные посты, но продвигали еще посты, которые писала сама Вера. Вера очень классно пишет. Вообще всем музыкантам, и даже не музыкантам, кто занимается продвижениями или мероприятиями, я очень советую зайти в их паблик и почитать ее посты. Потому что они набирают достаточно много активности. И во времена, когда несколько раз им уже давали Прометея, Прометея выдают ВКонтакте специальным алгоритмом, ищутся паблики или личные страницы, и сканируются на… Там много критериев, но основное для понимания на уникальный контент. То есть вы должны писать уникальный контент. Не копировать откуда-то посты, копипастить, а вот прям писать уникальный. И смотрится вовлеченность к контенту. На самом деле ВКонтакте постоянно тоже меняют эти алгоритмы, но вот в целом механизм такой. И выдает этот огонь. Что это значит? Это значит, что посты на неделю, то есть это ограниченный период, они будут выдаваться в рекомендуемых новостях другим пользователям. То есть если вы пишете классный уникальный контент, и ВКонтакте это распознает, он вас награждает дополнительными охватами. И если людям будет интересно, они будут, конечно, вам в паблик вступать и вам интересоваться. Очень классный инструмент. И вот я видела у коллег, у музыкальных групп, кому выдавали, ну вот примерно из восьми случаев, кому повезло с Прометеем, буквально один или два действительно его использовали. Потому что все обычно такие в панике. Ой, у меня Прометея, как классно вообще, что делать? Писать посты, не писать посты? А что вообще писать? А может вообще ничего не писать, не портить? Вот ребята очень круто им воспользовались. Можете зайти тоже пролистать, посмотреть. Они набирали какие-то вообще статтысячные охваты за счет своих постов. Но они очень классно пишут. Сейчас мы с вами тоже это все посмотрим. И мы даже не писали пресс-релиз к этому концерту. То есть вот если вы видите, там начало пресс-релиза, что Алло и Вера — это группа, которая можно хотя бы в день рождения обойтись без пресс-релиза. Ну такой немножко неформальный стиль у них общения. И все посты, собственно, в этом стиле и пишутся. Еще, смотрите, тоже очень важно. На самом деле мелочей, правда, никаких нет. И вот из таких мелочей складывается очень правильная, очень важная целостная картина. Вот что вы видите слева? То, что введено, это вам не подсказка, это не прощайте внимания. Что здесь такого необычного на сайте? Да. А кто-нибудь еще заметил? Да. А что обычно здесь пишут вместо этого? Вот. Да. Понимаете разницу? Сейчас я озвучу, чтобы всем было слышно. Вера придумала, это ее идея была. Написать не купить билет, да, или билет, или входной билет, или билет на танцпортер, да, все что угодно, что обычно принято. Она решила написать, что это будет подарок вере. Это же все-таки концерт, день рождения. Да? Она зовет свою аудиторию, она зовет друзей, зовет знакомых, поклонников. И здесь это воспринимается уже не как покупка входного билета, а как будто ты правда идешь на день рождения, и вот ты готов заплатить вот столько за подарок человеку, к которому ты идешь. Ну, маленькая разница, на самом деле она очень большая. И категории билетов, видите, они разные. Но потом мы выровняли, и там спустя, я не помню, какой период, там неделю или две стали продавать билеты, а 1100 рублей у нас была минимальная цена. Но в самом начале, за два месяца, был выбор. Ну и дальше был выбор, просто он был уже по другим категориям билетов. Но можно было купить билет за 700 рублей, можно было за 900, можно было за 1100. И это были все билеты в танцпортер. Просто человек покупал на ту сумму, на которую ему было комфортно сделать этот подарок. То есть у человека был реально выбор. У кого есть возможность, кто-то может заплатить больше. У кого нет возможности, вот можно заплатить меньше. Тоже очень классная идея. Нет, а здесь же, во-первых, были посты, в которых расшифровывалось, в которых объяснялось, что вот мы сделали возможность, мы знаем, что есть люди, которые студенты, студенты, которые еще учатся, учащиеся, и не всем по карману заплатить большую сумму. Но мы хотим, чтобы были все. Поэтому вот на какую сумму вам комфортно? Купить билет и сделать лично мне подарок. И дальше Вера еще объясняла, почему вообще билеты стоят столько. Обычно же цена сдается, и потом все говорят, что очень дорого или очень дешево. Это очень странно. Были посты, которые объясняли, что, ребят, спасибо, что вы покупаете билеты. Это дает возможность сделать хороший концерт. И вот на что мы потратим эти деньги. И там было прямо объяснение, что аренда клуба у нас очень дорогая на самом деле. Она стоит вот столько. Аренда аппарата, чтобы вам было все хорошо слышно, видно, чтобы был красивый свет, стоит столько. Реклама стоит столько. Поэтому спасибо вам за то, что вы покупаете билеты и дарите мне такую возможность на день рождения сделать очень классный, красивый концерт и вас тоже порадовать. Ну, то есть, понимаете, да, очень такие вот тонкие вещи, но на самом деле это так важно. Так. Вот, видите, даже в этом посте пишет, что мне очень приятно, что вы делаете мне подарки, и я вижу, что несмотря на то, что есть более дешевые билеты, вы готовы заплатить чуть больше, потому что это для меня подарок. То есть вот эти вот все посты, сейчас я вам еще покажу несколько примеров этих постов. Это все, чувствуете, да, как выстраивает вообще вот всю концепцию продвижения? И лояльность, в первую очередь, и продвижение. И, в общем, на все это очень сильно влияет. Еще очень тоже классный пост. Не могу вам с вами тоже не поделиться. Как ребята занимаются вовлечением людей в своем паблике на концерты, на мероприятия. И даже при минимальном продвижении. То есть мы брали все эти посты, ну, самые основные, и ставили их в продвижение. И там была очень просто сумасшедшая, прекрасная отдача. Пост про то, что остается там сколько-то дней до дня рождения. И что люди летят из Тюмени, Екатеринбурга, откуда-то еще, 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 еще. И вопрос, откуда вы едете, кто уже решил, кто размышляет, кто сомневается, кто ищет единомышленников. И там вот 60 комментариев. Это вот было просто комментарии участников групп, даже без каких-то продвижений дополнительных. И Вера потом пишет с утра, говорит, Катя, у нас вот дизайнер упоролся и нарисовал картинку. Будем такую вешать картинку в паблик? Конечно, очень суперклассная. Смотрите, они рассчитали, сколько нужно откладывать в день, чтобы долететь из Екатеринбурга на концерт. По 20 рублей в день. Кажется вообще ерундой, правда? То есть реально люди на московский концерт на это дни рождения приезжали, прилетали из разных городов. Ну я вот сама прям видела этих людей, которые реально прилетали. Классно, да? Тоже такая мелочь, вроде кажется, но уже. А, не по 20 рублей, простите. А, для Москвы по 20 рублей в день нужно откладывать, а для Екатеринбурга нужно по 102 рубля откладывать. Ну тоже такая сумма посильная. Не выглядит сразу супер страшно. Тоже один из примеров взаимодействия. Во-первых, ребята очень, мы делали очень много картинок таких околомемных. Я бы не стала сюда их тоже все показывать, если хотите, можете сами посмотреть. Но была девочка такая, которая очень хотела пойти на концерт, но просить проходку это вообще как-то, ну, как-то не очень. И она написала, что готова пойти кому-то на работу, поработать, чтобы заработать на билет на концерт. И мы репостнули это в группу. И, в общем, оказалось так, что буквально там через, на следующий день, да, даже на следующий день, девочка нашла работу и стала постоянно работать в компании у ребят, которые делали сайты. И она приехала на концерт, прилетела. И это же все видит, эти репосты, это же видят подписчики группы. То есть вы понимаете, да, опять вопрос лояльности и коммуникации с аудиторией. При такой выстроенной коммуникации нужно очень ограниченно немного делать рекламу о том, чтобы продавать билеты. Вы понимаете, что это все идет, это все не продающие, как я называю, посты, условно, да, но они все равно все в конечном итоге ведут к продажам на концерты. Да, понимаете, что я вам сейчас не просто посты показываю, читаю, а показываю вам логику. И этот пост, он был такой прям эпатажным, скажем так. Пост выглядел так, сейчас вам прочитаю. Пора признаться, у нас совсем того идут продажи билетов на концерт. Это 11 января, концерт у нас был 27 числа. Когда я начала читать, я испугалась, потому что я до продажи вижу. Я думаю, что там творится за бантой такой. Вы сами догадывались, иначе как объяснить, что мы вам и открытки подписываем, собственноручные и особенные нестандартные билеты печатаем, сейчас вам все расскажу. И даже готовы вас из других городов везти в Москву, лишь бы хоть как-то заманить на наш концерт. Да, мы пытались скрыть наше бедственное положение, но мы, что там, разоблачены. Так, сейчас будет пауза. Смотрите, открытки, собственноручно, ребята делали 100 или 200 открыток, которые можно было заказать через сайт группы. То есть это те же билеты, но там они были подписаны солисткой и отправлены по почте. То есть можно было под Новый год заказать такой подарок другу, ну, либо себе. Это все равно приятнее, чем просто билеты электронные, что-то ставится на память. То есть она реально все вручную подписывала. Это были как раз нестандартные билеты, а везти из других городов в Москву, это пока забудьте, я вам сейчас расскажу, это суперкрутой конкурс был. Ну, в общем, вы поняли, да, что текст такой сразу, он попадается в глаза, в смысле, так все плохо, обычно, во-первых, никто не признается, что-то идет плохо, все делают вид, что все хорошо, все прекрасно, всем улыбаемся, все продается, все прекрасно. И, в общем, такой пост вы, скорее всего, откройте и дочитаете его до конца, правильно? Потому что там интересно, что же дальше. А дальше был такой текст, что всякий раз, когда мы придумываем что-то интересное, находится человек, который резюмирует, что, видать, совсем туго идут продажи билетов. И в этот раз он тоже, конечно, нашелся. Ну, в общем, дальше спич здесь про то, что ребята придумали конкурс, по результатам которого они привозили выигравшего на концерт. То есть не просто привозили, а селили, дарили билет. Этот человек ходил с нами потом вместе в гримерке, то есть у него был вообще вездеход, вообще везде. Он был с нами на саундчеке, познакомили со всеми музыкантами. И после концерта пошли еще все вместе тусить до трех утра в такой тесной кампании с выигравшим. И оплачивались билеты. Причем, когда мы этот конкурс придумывали, согласовывали. Вера говорит, я хочу, чтобы купить, оплатить билеты человеку, ну, чтобы он долетел до нас. Я говорю, Вера, если это будет Владивосток. Он такая, ну, значит, вы Владивосток. Я говорю, ну, можно как-то ограничить там пояс, например. Ну, в смысле, не из Владивостока, а вообще, чтобы победители получат билеты. Ну, вот будет оплата поезда. Она говорит, ну, это как-то уже начинается какие-то но. Ну, что-то вот все не то. Нет, давай, вот откуда человек выиграет, оттуда мы его привезем. Там даже ближайшая Европа, что ли, была, ну, с ограничением там уже по сумме билета. В общем, было абсолютно честно, очень красиво все это было выполнено, естественно. Вот, и, собственно, пост про это. То есть, видите, в конце есть как раз акцентируется внимание на то, что вообще-то, ребята, если бы у нас были плохие дела, нам бы организатор не дал денег на то, чтобы привезти еще поклонников из других городов. Поэтому все у нас вообще классно, и вообще приходите. Но начало, да, вы понимаете, какое начало, заставляет дочитать до конца. То есть вы хотите, не хотите, а это все дочитываете. И вот сам этот прекрасный пост про конкурс. Конкурс мы, на самом деле, не ожидали от него такого эффекта, правда. И когда мы его запускали, мы это запускали с такой оговоркой, что вообще это такой конкурс, он будет напоминать, конечно, о концерте, но он не ориентирован только на Москву, потому что, вернее, он на Москву вообще по сути не ориентирован, потому что мы привозим человека из другого города. То есть к продажам это, может быть, нам особо так сильно ничего всплеска огромного и не даст. Но это сыграет на будущее, увеличит охват, узнаваемость группы и, в конце концов, будут же когда-то региональные концерты. И люди из других регионов, которые тоже участвовали, видели эти посты у друзей, тоже это как-то косно повлияет, тоже будет касанием. В общем, суть такая. Собирайте вещи, я увожу вас в Москву. И дальше, вот уже если человек выигрывает, человек из Москвы, то все равно он может выиграть, ему дают проходку за кулисы, в гримерку, на автопати, тусить, нянчиться с детьми гитаристы, вообще все, что угодно, все, что хотите. Нужно было написать пост. Мы не стали ставить какие-то ограничения, мы придумали хэштег «О, боже, вере, 30». Ну, 30 лет все-таки. Есть жизнь после 30. И можно было написать вообще фрирайтингом, вообще все, что угодно. Вот то, что есть в жизни, то, что вообще какие-то поздравления, какие-то делиться чем-то, все, что угодно. Нужно было соблюсти условия, написать хэштег, чтобы мы потом могли найти человека, и прикрепить любимую песню группы к посту. Все, больше ничего, никаких жестких ограничений у нас не было. Как выбираем? Генератором случайных чисел. Объявляем результаты 24 января, то есть накануне концерта. И дальше отработка будущих вопросов, что не нужно долго собираться, нужно брать там зубную щетку, паспорт и вообще ехать. Так что все участвуйте. А у кого нет сил ждать, могут купить билеты на концерт. Классно же, правда? Ну, то есть я не видела других таких примеров, похожих по конкурсу, именно по таких. Потому что сделайте репост, напишите комментарий, ну, это уже всех замучило же, правда? Мне кажется, уже почти никто это не делает, это уже никак не работает. И вот такие конкурсы. Но мы не ожидали, на самом деле, что будет столько участников, хотя мы ставили этот пост на продвижение по всем городам, кроме Москвы. Что получилось? А, нет, еще не получилось. Делали еще репосты некоторых постов. Ну, вот такой вот был пост от Светланы. Москвичи, гости столицы, которые сидят и рассуждают, сейчас им билет покупать или позже, что вы там сидите дома, в своем ли вообще уме, люди там за 3000 километров летят, так что если вы любите эту группу, то идите и покупайте билет. Но вы тоже понимаете, что этот репост, он тоже не случайно, он убеждающий, да, и не своими словами, да, как организаторы или как рекламщика, а словами других людей, которые слушают группу. Ну, то есть это как social proof, да, как социальное доказательство отчасти. И человеку приятно, когда его репостят в паблик группу, которую он любит, естественно. Что получилось? Вера звонит мне накануне, говорит, слушай, Катя, у нас вообще паника и истерика, у нас там 1673 поста, кто будет их вообще все собирать в табличку, потому что мы каждый пост выписывали в файле Excel в столбик. То есть если человек написал три поста, то у него было три строчки, естественно. То есть чем больше постов, тем математическая, статистическая вероятность выиграть была больше. И, естественно, у каждого этого поста в Excel была нумерация, то есть у каждого был номер, и рандом выбирал это количество. Но благо мы нашли девочку, которая согласилась помочь и выписать все 1673 поста. Ну, то есть объем вы представляете, да, потому что я уже побелела. Она говорит, Катя, кто это будет делать? Я говорю, ну, я могу помочь. Ну, вы понимаете просто объемы. Вот, получилось 1673 поста. Ой, а вам читается? Скажите, пожалуйста. Не читается. Ну, ладно, потом все почитаем. Я вам в двух словах тогда тоже самое основное расскажу. Была девочка, которая написала 245 постов. Представляете? Мне кажется, она вообще пожизненный билет дать на все концерты вообще всех. И когда ждали подведения итогов, а это была прям трансляция, там не на две минуты, а прям там такая трансляция, люди успели бы переписываться в комментариях, и люди начали обсуждать, что, говорит, вот, есть же девочка, которая написала 245 постов, вот бы она выиграла билеты. То есть, понимаете, да, вот эта вот обстановка, атмосфера в группе уже задана этими всеми постами, она была уже такой, то есть не то, что там я хочу урвать там свой билет, а я вот хочу, чтобы эта девушка вообще выиграла, это было бы честно. И люди начали писать, что если я выиграю билет, я вот этой девушке его отдам, это было бы честно. Я такая читаю все эти комментарии и понимаю, что я, ну, не помню такого, вот за весь свой опыт проведения конкурсов, да, чтобы люди могли вот выиграть такой крутой приз, и они вот еще пока его не выиграли, даже если выиграли, мы с удовольствием дадим его вот этой вот девочке, потому что это будет справедливо. Ну, классно же, правда? Так, 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 так. В общем, что получилось по итогу? По итогу она не выиграла, ну, потому что хоть математика и статистика — это вещь, конечно, хорошая, но вот нет. Люди расстроились, те, которые хотели, чтобы эта девочка выиграла, и кто-то предложил, говорит, а давайте мы скинемся этой девочке на билет, и купим ей билет вообще на концерт, не на концерт, а на перелет. Ну, раз она так старалась, это же честно. И люди начали скидываться, представляете? Ну, то есть это вообще, вот если бы я в этом не участвовала, как человек, который занимался в команде по продвижению, я бы подумала, что это все притянуто и разыграно. Ну, это вот реальная история. Люди начали собираться, скидывать деньги на билет, там билет стоил три или четыре тысячи, ну, то есть не так дорого, но все равно, да, незнакомому человеку зарезать билет. И в итоге группа написала, что давайте-ка вот там карточка, скидывайте нам на карточку, мы тоже добавим свою часть, и вместе скинемся человеку на билет и вообще подарим. И вот так вот купили еще билет еще одному человеку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!